Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим, как же сварить правильно куриные яйца. Казалось бы, простая тема, но вы знаете, некоторые наши подписчики попросили ее осветить более подробно. Оказывается, что молодые хозяйки не знают, как правильно сварить для своих мужей яичко в смятку, или же в мешочке, или в крутую. Ну что ж, давайте мы ее осветим. Я расскажу, как мы готовим вареные яйца в ресторане. Этот рецепт достаточно простой. Главное, придерживайтесь правил. Итак, первонаперво, яйца мы будем варить только в кипящей воде. Многие хозяйки мне скажут, ну ты даешь, как же так? Мы варим яйца, ложим их в холодную воду, доводим их до кипения. Но ведь у нас с вами получается интересная вещь. Когда вы определились, что вода уже закипела, яйца ваши лежат уже, варятся, и вы начинаете колдовать. То есть вы смотрите, ага, кипит, не кипит, как там уже, с какого момента вы начинаете считать. В итоге у вас никогда не получается правильно сварить яйца. Рецепт, который сегодня я вам покажу, он вам даст стопроцентный результат. Сегодня мы даже с вами проведем эксперимент. Вот посмотрите-ка. Мы будем варить сегодня с вами аж 8 яичек. 4 минуты, 5 минут, 6, 7, 8, 10, 12, 14 минут. И мы с вами увидим, как же эти яйца будут выглядеть после того, как мы их сварим. Итак, вот я довел воду до кипения. Нужно немножко ее посолить. Вот достаточно пол чайной ложки соли. Если мы добавим сюда соль, то соленая вода поможет нашему яйцу не лопнуть. Именно для этого мы ее добавляем. Хорошо, приготовьте холодную воду. Желательно, чтобы она была, может быть, даже со льдом, для того, чтобы мы с вами охлаждали яйца. Но сегодня я вам покажу, как сделать так, чтобы яйцо выпадали своему любимому горячим. Не холодным, так как обычно многие делают, яйца сварили, положили в холодную воду, после холодной воды достают холодное яйцо и приносят его на стол. Нет, нет, нет. Сегодня мы сделаем с вами настоящие ресторанные яйца. Хорошо, следующий момент. Яйца. Давайте поговорим о них. Если вы смотрите нашу съемку о майонезе, я много о них говорил. Но повторюсь буквально коротко. Во-первых, если вы планируете варить яйца в смятку или в мешочек, обязательно нужно следить, чтобы яйца были свежими. Я вам рекомендую покупать яйца в супермаркетах, так, чтобы на них стояли печати, чтобы вы знали, что эти яйца были произведены на птицефабрике, потому что там идет строгий контроль за здоровьем кур. Следующий момент. Старайтесь, чтобы яйца были все одного веса. Не нужно вложить в кипящую воду яйца разного размера. Поэтому у вас не получится опять правильного желтка. Если вы хотите, чтобы это было в мешочек или в смятку, если вы положите разные по размеру и по весу яйца, все, наша история закончится плачевно. Вот смотрите-ка, я буду использовать нормальные яйца Элька Ларч. Значит, это большие яйца. Средний вес яйца 69-65 грамм. Если же вы будете варить яйца меньшего размера, то все время, которое сегодня я вам укажу, на 30 секунд варите меньше. И тогда у вас тоже все правильно получится. Итак, вот у нас кипит с вами вода. Делаем ее тише, чтобы она так не бурулила. Желательно положить сразу то количество яиц, которые вы хотите сварить. Я буду варить по 4 яйца, так, чтобы наши 8 получились, по 4 яйца. Вот я их положил. Очень важный момент. Яйца перед варкой не нужно мыть. Дело в том, что как только вы их помоете, очень быстро начнет яйцо нагреваться в горячей воде, потому что усилится проводимость яйца. И, соответственно, опять результат будет неправильный. Поэтому яйца не надо мыть, учитывая то, что они, скажем так, из-под корочки, нам нечего бояться, потому что мы их опускаем в кипящую воду. И она все продезинфицирует. Итак, вот я сейчас варю 4 яйца. Аккуратненько. Аккуратненько их опускаем. Вот так вот приподняли, опустили. Так. И пошло. О, хорошо. Вода горячая, только что кипела. Теперь нам нужен таймер. Старт. Первое яйцо мы с вами вытащим через 4 минуты. Это будет в смятку. Если температура упала, поднимите ее. Очень важный момент я хотел бы вам сказать. Дело в том, что яйца должны быть в комнатной температуре. Я уже это говорил. Но если вы храните яйца в холодильнике, то яйца нужно достать хотя бы за 15-20 минут до того момента, как вы их будете готовить. Как вы видите, яйца не лопнули. Благодаря тому, что мы воду посолили. Если начинает сильно бурлить, делайте чуть-чуть меньше. 4 минуты. Я вытаскиваю первое яйцо. Смотрите, что я делаю. Я сразу выпускаю в холодную воду. Буквально, буквально на несколько секунд. 10 секунд достаточно. Вытащили его и разбили скорлупу. Благодаря этому у вас сразу процесс варки приостанавливается. Хорошо. 4 минуты. Прошло 5 минут. Следующее яичко. Я его разбиваю сбоку для того, чтобы его порезать вам. И чтобы вы видели, как оно будет выглядеть. Для этого цели. 6 минут на яйцо. Охлаждаем. Хорошо. Дело в том, что если вы его не охладите моментально и не разобьете, то оно будет продолжать вариться. Соответственно, опять результат. Вы можете получить не тот, который вам хотелось бы. Но, если вы собираетесь яйца оставить на следующий день, то, конечно же, нужно сразу же положить их в холодную воду. И несколько раз в воду поменять. Или же добавить туда лед, чтобы яйца моментально охладились. А на следующий день, на следующий день, вы можете эти холодные яйца достать, положить их в кипяток буквально на одну минуту. И опять подогреть и подать к столу. Так, 7 минут готово. Мы с вами почистим и посмотрим, что у нас получилось. Это яйцо 4 минуты. Кстати, легко чистится, когда вы его можете вот так вот макать в воду. Или же под проточной водой, например. Включайте, оно еще до сих пор горячее. Включили горячую воду. И вот так вот очень легко чистится. Так, это первое яйцо. 4 минуты. 5 минут. Кстати, благодаря соли яйцо тоже чистится достаточно хорошо. Если бы не наш эксперимент, то вы бы, это уже горячее яйцо, подали бы его сразу в стаканчики своему любимому. Кстати, когда вы подаете яйца, видите, яйцо у нас, оно у нас здесь заостренное, а здесь плотный конец. Уложите заостренным вниз, потому что желток ближе сюда. Так, чистим 7 минут на яйцо. Так, 7 минут. Ну, смотрим. Яйцо 4 минуты. Опа. Видите, какая красота? Это настоящее яйцо с мяткой. Просто прекрасное. Хорошо, положим сюда его. 5 минутка. Так. Все, уже оно немножко поплотнее. Уже поплотнее. Вот. Белок более плотный. 6 минут. Вот. Все, вот уже у нас с вами, видишь? Так вот. Уже желток прихватился. Вот. Все. Это уже в мешочке. Это уже не смятка. 7 минут яичка. Видите? Все. Желток уже практически сварился. Поехали дальше. Сейчас мы будем с вами варить яйца вкрутую практически. То есть у нас будет на 8 минут, 10, 12 и 14. Так. Оно сейчас уязвимо. Сильно не бросайте, иначе лопнет. Вот так вот. Хорошо. Сейчас мы будем засекать время. 8 минут. Так. Яйцо 8 минут. Теперь уже ничего не страшно. В любом случае, это яйца уже будут вкрутую. Но все равно, я считаю, что если вы подадите горячее яйцо, даже если оно будет вкрутую, это все равно будет гораздо приятнее. Так. 8 минутка. В настоящий момент я уже не делаю градацию поминутно. Мы сейчас уже говорим о яйцах вкрутую, поэтому в принципе начинаем с 8. Где-то вот 8 минут это промежуточный этап. Вроде бы еще и не крутое, но уже и не в мешочке. Вот это вот яйцо 8 минутка мне очень нравится для бутербродов. Она очень-очень хорошо смотрится у нас с салатиком, с икрой. Кстати, я сегодня сделаю бутербродик с икрой именно с 8 минуткой. Потом идет у нас с вами 10 минут, 12 и 14. Очень важный момент. Вы должны помнить, что после 14 минут желток начнет синить. Он будет вокруг синить. Он будет плотный. И уже такой, знаете, как бы резиновый вкус. Поэтому 14 минут это максимальное время для варки яйца. Запомните. Ну вот, последнее яичко мы сварили. Это 14 минут. Давайте посмотрим, что теперь у нас с вами получилось. Вот так вот. Видите? То есть желток уже плотный, но в то же время он еще сочный. Большинство людей любят именно такую кондицию. Те, кто не любит, скажем так, сопливые. Хорошо. Пошли дальше. 10 минут. И вот, уже практически вкрутую. Влага осталась совсем немножко. Совсем. Ну вот, идеальный. Идеальный желток. 12 минут. 14 минут. Максимальная температура варки. Все. Влаги нет. Желток очень плотный. Это будет замечательно для различных салатов. Я думаю, что на все вопросы мы с вами получили ответы. Все предельно ясно и просто. Сделайте для себя скриншот с компьютера. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 минут. И все. И ваши любимые, которые просят, чтобы вы сварили яйца с определенным, скажем так, состоянием, кондицией, будут абсолютно счастливы. И вы тоже, потому что вы подадите профессионально сваренные яйца. Давайте приготовим сейчас из наших свежесваренных яиц что-нибудь, какие-то простые блюда, которые вы можете подать на завтрак. Первым делом я хочу сделать дрессинг. Это заливку для салатика. Итак, что нам для этого нужно? Ежонская горчица. Так, немножко мед. Наверняка вы все знаете этот простой и очень вкусный дрессинг. Нам нужен бальзамический уксус. Немножко. Если вы не пользуетесь бальзамическим уксусом, начинайте, потому что это очень замечательный продукт. Он сладковатый, он не такой острый, как обычный уксус. Для дрессингов, для заливки для салата это идеально. Нам нужно немножко соли. Все это смешиваем. Добавим немножко перца. Сок лимона. Буквально немножко чайную ложечку смешали. И оливковое масло. Оливковое масло. Где-то 2 столовых ложки. Вот, посмотрите, что получилось. Видите, какая замечательная вещь. То есть у нас в принципе получился как бы майонез, но только без яиц. Жидкая заливочка. Сейчас я попробую. Великолепно. Наш дрессинг готов. Я хочу сделать легкий салат. Красный лучок. Совсем немножко. Добавьте чуть-чуть соли. Добавим черри томатов. Немножко огурчик. Хорошо. Листы салата. И добавляем наш дрессинг. Свежий хлеб. Классическое масло. Наше яичко в смятку. И салатик. Замечательно. Поехали дальше. Ну что, продолжаем. Давайте приготовим завтрак номер 2. Я сейчас буду готовить его с яйцом, которое варится 8 минут. Использую для этого булочку бриаж. Вы наверняка все знаете, что такое бриаж. Это французская сдоба. Кстати, на основе бриаж делают булочки для бургеров. В одном из наших ближайших видео я собираюсь сделать булочки для бургера. Ну и, конечно же, сами бургеры. Вот так. Вот, посмотрите, как она выглядит. Она сделана на основе сливочного масла. Чуть-чуть давайте его поджарим. Наши булочки поджарились. Я сейчас сделаю чесночный майонез. Его еще называют айоли. Немножко. Так. Хорошо. Зубчик чеснока. Зеленый лучок. Черный перчик. Немножко соли. Сок лимона. Давайте его смешаем. Это настоящая вкусняшка. Видите? Майонез с чесночком с зеленым лучком. Это наш хлебушек-бриаш. Я только что его слегка подрумянил на сковородочке. Слегка сливочное масло. Много не надо. Давайте положим его. Так. Сверху немножко салатика. На яичко ложим майонезик. Положили майонез. И давайте положим немножко красной икры. Ну вот. Приятный завтрак. Приятного аппетита. Сейчас мы с вами сделаем традиционные ирландские, английские бутерброды, сэндвичи. Нам для этого понадобится наш чесночный майонез, который только что мы с вами сделали. Давайте мы туда положим яичко. Это 14-минутное яйцо. Видите, как оно хорошо рассыпается. Очень прекрасно для таких вариантов салатов. Белок мелкой руби. Вот мы смешали наш чесночный майонез с яичком. Они всегда обрезают краешки. Такие бутерброды с яйцом, с тунцом, с беконом, сыром. Они обычно подают на различные мероприятия. Это может быть и свадьба. Это может быть день рождения. Что мы делаем дальше? Это достаточно простой бутерброд. Простое блюдо. Но вы знаете, очень вкусное. Вот если вы дадите ему постоять буквально 15-20 минут. О, это что-то. Берем, сверху закрываем хлебом. Вот так вот. Следующим. Такой бутерброд можно подать не обязательно на завтрак. Вы можете его приготовить на свою пати, на какую-то вечеринку. Когда уже день прошел, уже все покушали. На столе уже практически ничего нет. И вы делаете такие сэндвичи и приносите своим гостям. Итак, вот мы сделали такие бутерброды. Режем их на треугольнички. Так, давайте сервировать. Немножко салатика. Ну вот. Замечательные бутербродики, треугольнички. С чесночным майонезом и крутым яйцом. Мои дорогие друзья, спасибо за то, что опять пришли на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...